Привет, дети космоса мои! Я вижу, что вы уже устали от этого года и хотите уйти на заслуженный покой, но покой нам только снится, анал-орал и чечевица! А тем временем с вами я, ваш верный друг, Байера. Данный ролик, как и все предыдущие ролики по ГП, сделан специально для нашей женской части аудитории, которые по большему счёту в курсак про поттерские приколы. Я сделал видео по ПКшному первому Гарри Пукичу, по ПСшному первому и второму Григорию Потёртому, а теперь настало время облизать второго Герасима для ПК. Как бы это ни было смешно, но это была одна из самых первых игр, которые я купил сам. Барыга рядом с Эдшопом предлагал мне GTA Vice City, Fallout, но я уперто требовал Геннадия Потраченного. Но теперь, уже будучи взрослым молодым человеком, я понял, что лучше бы требовал Имбо Энерджи. Имбо Энерджи это чудодейственный энергетический напиток, который заменит вам кофе, пуэр, баночные аналоги энергетиков и прочую гадость, которая к тому же не имеет этого потрясающего вкуса. В своё время Гендальф и Сурман поссорились из-за спора, какой вкус Имбо Энерджи самый лакомый, но благо победила дружба, ведь все они на вкус... Мёд. Не забывай покупать имбу в бандлах, то бишь в специальных комплектах, ведь это выгодно и логично. А ещё действует особый промокод специально для моих драгоценных зрителей, среди которых уже достаточно много людей, которые попробовали напиток и остались довольны. Имбо Энерджи! Переходи по ссылке в описании под роликом. Мне особенно интересно сделать ролик по данной версии игры, потому что в памяти она очень даже разнообразная и интересная. Но сможет ли она переплюнуть ту самую версию для PlayStation? Вопрос достаточно интересный. Версия, которую вы сейчас лицезреете, полностью переведена на русский язык, так что я вас заранее предупрежу, что вместо пересказа большинства сюжетных кат-сцен, я их буду просто запупывать. Гарри Поттер жил на улице. Его единственными родственниками были дядя и дядя Дурсли. Они часто сажали его на ког. Однажды вечером в запертой комнате Гарри появился колдопоимени Добби. Гарри Поттеру грози, Гарри Поттеру. А некоторое время спустя Гарри поехал кухой и в конце августа Гарри забрали санятар. Не может быть! Неужели это сам сосан? Да, да, это он! Знаменитый Гарри Поттер успел войти в Грейнджер. Я мог бы помочь. Не приставай к Гарри, приставай к нам. Ну сколько можно повторять? Я завёл себе пидора! Думаю, после таких покупок твоим родителям придётся глотать член как минимум месяц. Это я называю настоящий профессиональный подход категории Г. Гарри, мы опоздали на поезд. Экспресс ушёл пять минут назад. Как вы можете понять, всё у этих малолетних негодяев идёт по генитальной трещине, и они совершают крутой эпике прямо в харю печальной берёзки. Наконец-то начинается геймплей, и Хэйри попадает под наше управление. Мы всё так же можем творить базовые заклинания, которые узнали в первой части. Только вот здесь вырезали Вингардиум Левиосу, но благо у нас есть Лоля Джинни, который всегда может поднять нашу волшебную палочку и вынудить пустить Патронуса. Кстати, всё то время, пока мы бегаем, нам то и дело напоминают, что нас исключат. Мы накосячили люто и так далее. Но Хогвартс это то место, в котором тебя не исключат, даже если ты напоишь первокурсника приворотным зельем с волосом старика Филча, а потом отправишь его в свой запретный коридор. Так Гарри подарил Колину Криви весьма неоднозначные воспоминания. Блин, как же кайфово сделан Хогвартс и вся эта музыка так ублажает слух. В детстве я очень мечтал попасть сюда и наконец-то жить среди интересных людей, а не мейнстримной челяди. Ещё я очень хотел жить в мире Шамон Кинга, Наруто, Стального Алхимика, но в итоге я стал ютубером и теперь смело могу считать, что попал в мир Дворца Звёзд. Привет! Грабля засронцев встречает Герпесиону, открывает дверь в общагу и узнает, что Фернандо и Джотара прочитали Капитал, но видимо совсем не так его поняли. А мы тут создали Хогвартскую торговую сеть. Вместо денег в этой сети используются конфетки драже Берти Ботс. Именно так и был создан анархокапитализм. Первый день учёбы, ах как он прекрасен. Первые дни великолепны тем, что ты можешь наблюдать, как изменились твои однокурсники, как они выросли, загорели за лето и отдохнули, пока ты сидел с задёрнутыми шторами и играл в игоре прошлого века, так как больше твой комп и не тянет, и смотрел аниме с озвучкой, так как других DVD-дисков у Бороги не было. Поэтому я больше не хочу возвращаться в школьные времена, нет уж, спасибо. Где-то рядом бродит Филч. Пойду-ка я отсюда. Так, 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 я, значит, услышал. Так, пришёл, и что я вижу? Гарри, так, и осколки редчайшей, бесценной древней вазы. Аргуса Филча, школьного завхоза, ученики часто сажали на кок. Говорят, что миссис Норрис, книга Филча, помогает ему бить студентов. А ещё он мечтает, что когда-нибудь она станет кашкодевочкой. Иди, иди ко мне. Дай мне схватить тебя. Не бойтесь, поначалу может показаться, что это слова Василиска, но на самом деле это призрак Светова, который то и дело докапывается до детей младше 16 лет. Я слышал голос. То, что ты слышишь голоса, ещё не повод портить школьное имущество. Так. Я наткнулся на секретного ансаба, который пытался украсть у меня честно наклянченные сабжи. Пошёл вон. Начинается урок. Этот чики-кукалдини будет обучать нас целым двум заклинаниям за игру, но благо такую бедность Пилов он восполняет своими речами. Приветствую вас на уроке защиты от тёмных искусств. Я член рыцарь ордена членлина третьего класса и пятикратный обладатель приза магического еженедельника за самый обаятельный член. Я вижу, у каждого из вас есть член. Молодцы. Обучаясь магии, нам надо нажимать на всякие стрелочки, а затем отправляться на убер-испытания с поиском звёзд, где мы натыкаемся на заднеприводных черепах и токсичных улиток. На самом деле, эти испытания не имеют какой-либо через мемные составляющие, так что я просто покажу несколько раз анус черепахи и на этом хватит. После каждого такого урока проводится награждение лучшего факультета. Доброе утро, друзья. Начнём церемонию награждения лучшего факультета недели. Победитель получит право зайти в Дракамолхоя. Продолжительность этого визита будет зависеть от ануса Дракамолхоя. Ах, да, Поттер, ты же ни разу там не был. Ну ничего, всё ещё впереди. Ммм, больше всего баллов набрал Гриффиндор. Гарри, тебя ждёт Сракамолхоя. Удачи тебе. В этой игре нам также позволяют бегать по камерному открытому миру и даже летать на метле, при этом сдабливая всё добротными и рофильными катсценами. Что Уизли нравится? Ну, я теперь ловец команды Слизерин. Зато от твоего мнения, грязнокровка, никто не спрашивает. Фу, и ты за это заплатишь. Мне хотя бы есть чем платить. Мы сейчас окажемся на уроке зельеварения. В обычной ситуации я бы сказал, ну чё такого? Но подобное сказать мне не позволяют страшные рожи профессора Снега, который тут выглядит как кровожадный атаку, который всё свободное время играет в Зельду и спорит с Флитфиком на тему, что лучше, кошка-девочки или кошка-мальчики? Раньше Снег топил за первое, но после предательства Лили начал топить за второе. Он обучает нас самой банальной по сравнению с версией для Плейстейшн механики зельеварения. Нам надо иметь два ингредиента, чтобы сварить укусную алкогольную брагу, которая обычно у мальчика срубит, но для Гарри она по ощущениям как детский шампусик. За это надо благодарить вечного собутыльника, алкаша Хагрита, который тут очень похож на меня. У него, кстати, тоже есть свои собственные подписчики. А вот и сцена с окаменевшей кошкой Филча. Трепещите, враги наследника. Следующим будет нечистая пида. Но куда ж ты по моче ходишь? Здесь нет ничего интересного. Почему не могу сказать? Следующий урок у нас ведет гномик с голосом Челика из Готики 1. Здравствуйте. Сегодня мы с вами изучим заклинание Скурш. И что тебе от меня нужно? Ну и голос ты, сучишка, гномик. Он будет обучать нас заклинанию Скурши, которая уничтожает опасные призрачные выделения. Говорят, что одна ученица запихнула с себя такую жижу и вынудрила почти безголового Ника платить алименты. Но поскольку он призрак, он смог платить ей только таким же мертвым рублем. Это испытание тоже не особо мемное, не считая рофельного пивза. О нет, это пивз. Паттер шватер перипаттер. У тебя такое смешное имя. После этого сюжет наконец-то начал двигаться, как Сапсан, у которого на пути группа Фури косплееров. Дебилы изучают место преступления и с радостью идут в дамский толчок. Туда нельзя. Это туалет для девочек. Ну и что? Я же говорю, школа извращенцев. Банди приходит в голову напоить Гарри специальной настойкой и отправить ублажать Малфе за раскрытие инфы. Для этого нам надо найти особые рога Харламова, услышать приятные слова от Засальдича, Опять собрался в подземелье? Не удивлюсь, если когда-нибудь ты заблудишься там навсегда. Чуть-чуть отдохнуть у чай бесполезной спылы, по пути украв у биологички шкуру, которую некоторые рофлопереводчики называли Харуно Сакурой. С этими ингредиентами теперь лишь осталось ждать удобного случая. Этим удобным случаем оказалось происшествие с почти обрезанным ником. Извините. Которого превратили в инвалида-паралитика, дав поиграть в ринг-фит на Харде. О, Господи! Следом Дамблдор узнает у нас, что случилось с хромой лошадью. Она сгорела. Гэри Пусич добывает лобковый волос со Слизеринс. Теперь пришло время пить! Спасибо. Превращается в самого настоящего Дунидзе. А вот самора! Флитпэндо! Флитпэндо! В этом заторможенном теле мы должны попасть в общаку Слизеринсов, но я замечаю, что к нашему объекту мимикрирования относятся как к псине. Ну что, повеселимся, Гойл? Ха-ха-ха! Я считаю, что это справедливо. Вот ты где, Гойл. А я тебя обыскался. Сам Алфи нам ничего интересного не говорит, а значит, никакие интимные услуги мы ему предлагать и не будем. Обойдется. Внезапно с нас летает маска и нам надо срочно бежать отсюда, стараясь не привлекать внимания. Если меня здесь увидят, кто знает, что тогда будет. Интересно, а есть ли фанфик, где Гарри ловят Слизеринсы и в наказание устраивают над ним моральное и физическое насилие категории 21+. Если нет, то пишите. Будь осторожен. Папа говорил мне, что некоторые книги очень опасны. Видимо, папа приобрел письменные версии разведопросов. Тут в воспоминаниях мы видим, как молодой Бебеус чилит с маргиналом. Ну давай, пора нам с тобой убираться отсюда. Хорошему, иди сюда. Иди в коробочку. Вдруг их прерывает трэш-смэш с сексуальными предложениями. При вечере, Бебеус. Чё это ты тут забыл? Давай, кончай. В девочку, в монстр, в домашнего зверяка. В сторону, в мире. НЕЕТ! Ответы на вопросы теперь сможет ответить лишь Бебеус, но его забирают белобрысые арийцы, скинув смерть грязнокровых именно на него. Мне очень неприятно сообщать об этом, Дамблдор. Вы временно отстранены от выполнения обязанностей директора членов... НЕЕТ! И вот мы в логове уже подросшего Марго, который рассказывает нам рофлы. Это биги. Нет, но я его друг. Так чудовище из тайной комнаты, Это не ты? Нет. Это древнее порождение тьмы, которого мы, пауки, смертельно боимся. И решает скормить нас своим детям, потому что это рофельно. Но Гарри, несмотря на свою расу и неполноценность, оказался сильнее. И произвел над пауком акт негодяйства. Гермиона тоже стала камнем. Правда, во всех местах. Парни взгрустнули. Остается только ловить локонца и прыгать в сторону тайны комнаты. Там идиот совершает ход конем, и теперь против чудовища мы будем один на один. Находим Лолю, лежащую на полу и ныкающегося трэш-смэша, который говорит, что интимно издевался над Джинни, так как из-за короткой стрижки она напоминала ему мальчика, и что он великий маг. Напоследок прилетает попугай Кеша и скидывает нам меч, которого мы должны обрезать змея-злодея. Та-дам! Подрюду! Враг повержен! Джинни жива, Гриффиндор победил, а я сделал очередной бесполезный ролик по Гарри Поттеру, чисто для того, чтобы порофлить над этой жизнью. А на сегодня все, но не все в принципе.